Здравствуйте, в эфире студия Репортер, я ее ведущая Анастасия Левкович. Сегодня мы поговорим о праздновании Дня Мира, который проходил еще 21 сентября, но в Одессе мы решили его отпраздновать гораздо более полно. И естественно, что главными гостями этого праздника будут дети, поэтому мы пригласили организатора праздника для детей в честь Дня Мира Галину Фют. Галина нам расскажет, как именно мы будем проводить День Мира в Одессе и, в принципе, по организации. Галина, здравствуйте. Добрый день, Анастасия. Галина, расскажите немножечко предисловия, почему День Мира в Одессе празднуют с таким опозданием, по сути, на неделю позже. Ну, вообще День Мира празднуется во всем мире 21 сентября. Генеральный секретарь ООН Пан Гимун, он собрал в этом году всех секретарей и посланников мира, ударил в колокол и попросил в этот день остановиться, сделать минуту паузы, для того, чтобы во всех странах мира люди помолились о мире, чтобы был мир, достаток в домах, не было войн. И чтобы на этот день установилось перемирие, так сказать. Но, к сожалению, вы все знаете, что в Одессе произошли трагические события в лагере «Виктория», и поэтому организаторами данного мероприятия, это общественная организация «ЮЭСИ», наши партнеры и наша организация «Детская мечта» было принято решение перенести данное мероприятие, потому что у нас очень много деток, и мы хотели бы, чтобы все-таки День Мира действительно был тем днем, когда детки могут быть объединены, стать посланниками мира и, конечно же, радоваться, но никак не оскорбить. Галина, скажите, почему празднование Дня Мира сконцентрировано именно прежде всего на детях? Потому что, в принципе, это охватывает, ну, гораздо более ясно было бы, если бы это были переселенцы или дети переселенцев. А вы вот охватили такую категорию полностью, как дети. Почему именно они? Ну, вы знаете, уже на протяжении, наверное, четырех лет мы помогаем переселенцам нашей организации, и мы проводим такую политику, чтобы объединение детей наших одесских, которые выросли в Одессе и Одесской области, и деток, которые приехали с восточных регионов Украины, нам хотелось бы, чтобы они действительно стали одной семьей и жили в мире. И поэтому нашими организациями было принято решение пригласить детей из приемных семей в этом году города Одессы с их мамами, пригласить деток-переселенцев в Центр социально-психологической помощи и деток с Дома малютки. То есть, чтобы эти детки могли показать свои творческие способности, да, чтобы вместе запустить шары голубей Днем Мира, и чтобы те события, которые у нас есть в Украине сейчас, да, они стали актуальными, чтобы дети попросили о мире, и взрослые услышали их. Вы знаете, что одним из самых трогательных моментов касательно ситуации на Донбассе являются вот эти рисунки, которые дети Донбасса рисовали. Это, наверное, задело за душу всех, кто это видел, поэтому я думаю, что, в принципе, говорить о мире прежде всего нужно в контексте детей и для детей. Я полностью с вами согласна. Вы знаете, действительно, когда дети видят шары голубей, небо, когда они рисуют, они мечтают о мире. Ведь для них что мир? Мир — это дом, это тепло, это любовь близких их, да, это друзья, с которыми они могут играть. Поэтому нам очень хочется, чтобы всё-таки в последние тёплые деньки осени мы могли вместе объединить наши усилия и показать им, что Одесса может быть гостеприимной и может быть домом, мирным домом. Не только, допустим, для деток, да, которые воспитываются в семье, но и для деток, которые воспитываются в Доме малютки. Для деток, которые растут в приёмных семьях. А дети-переселенцы будут на мероприятии? Да, конечно же, это будут детки-переселенцы с семей восточных регионов Украины. И также будут детки с особыми потребностями переселенцы. Мы стараемся как бы не разъединять их с детей, чтобы они вместе играли, общались, росли. И они воспринимают деток с особыми потребностями, как своих друзей, с которыми они могут поделиться, поиграть, как с равный-равным. Вот этот вот принцип. Вот скажите, Галина, каким образом можно объединить детей не просто разного возраста, не просто с разных регионов, но и с разными всё-таки физическими потребностями? Как вы будете находить вот общее между ними? Ну, первое, как бы, что интересное, мы хотим, чтобы наши гости, когда прибывали, они сделали такую своеобразную фотосессию. У нас будет интересная фотозона, которую мы готовим как сюрприз. И второе, конечно же, это наши аниматоры очень интересные. У нас будут и ростовые куклы, которые будут с детьми проводить различные конкурсы. Детки будут сами точно так же выступать, то есть показывать свои способности. И аниматоры наши, это уже не первое наше мероприятие, с которым мы работаем. И они прекрасно объединяют деток с особыми потребностями, которые хотят выступить, и деток, которые здоровы, на счастье родителей. А вот по возрасту это дети с какого-то поправка? Смотрите, мы вообще говорили про деток от трех, ну, и до 18 лет. Детки, которые в 3, 4, 5 лет, они, я думаю, что больше, наверное, смогут потанцевать, смогут поиграть с шариками, сфотографироваться. Те, которые постарше детки, они изъявили желание выступить. И для них могут быть своеобразные флешмобы, какие-то конкурсы в виде квеста, что-то найти. Вот такое вот. То есть я понимаю, что мероприятие, которое вы устраиваете, в принципе, носит только развлекательный характер. Есть какая-то, может быть, благотворительная часть? Ну, смотрите, само мероприятие является благотворительным, потому что детки не только будут, ну, как развлечение, да, они получат подарки, они получат гостинцы, но и при этом, наверное, не столько благотворительные, а сколько нашей миссией будет объединение деток, чтобы они в дальнейшем, допустим, посредством интернета могли между собой общаться, нашли общих друзей. Я хочу сказать, что вот эти детки, которым мы, да, допустим, помогаем, они сами являются уже в дальнейшем волонтерами, участвуют в различных благотворительных мероприятиях, как в каритосе у нас в организациях, в гелеле организации. То есть, знаете, как добро передается. Я знаю, что вы очень много работаете именно с детьми. Я помню, что мы последний раз с вами общались по сбору констоваров для деток, для деток-переселенцев, которым не хватало каких-то материалов для школы. Вот немножечко для отступления вот об этой акции, о результатах ее. Ну, я вам хочу сказать, что эта акция прошла на ура. Мы благодарим как бы КП «Парки Одессы», потому что был замечательный город как бы мастеров, да, профессий. И детки, которые приходили к нам, они не только получали мороженое, констовары, которые были собраны совместно нашим партнерам организации «ЮЭСИ», фондам «Видшпиталю до фронту» и нашей организации, но они также могли посмотреть, как работает пожарная машина, как скорая помощь. Они могли потрудиться, получить фантики, денежки, да, и на эти денежки приобрести что-то. То есть это был полный такой, знаете, комплекс интересного мероприятия. Вот не только получить что-то, но и поучаствовать. Скажите, вот вы, занимаясь детками, сначала помогая им, а потом уже и сотрудничая с ними, как бы вы могли охарактеризовать их порыв, помогать потом, да, то есть дети, которые чаще всего чем-то нуждаются, именно они потом и помогают кому-то, идут волонтерами. Как вы можете объяснить вот это? Ну, вы знаете, родители и взрослые люди, они являются прекрасным примером для детей. И мы говорим, да, яблоко недалеко от яблонки падает. Вот, и показывая своим примером, да, нашим деткам те добрые дела, которые мы делаем, я думаю, что они смотрят на нас и точно так же стараются их передать. Я вам скажу, что и мальчишки, которым 15-16 лет, да, с удовольствием приходят, помогают, куховарят, завязывают шарики, да, помогают малышам. Детки, которые проживают в центре социальных услуг, социально-психологической помощи на красной, они присматривают за более младшими ребятами, допустим, если маме надо там отойти или ещё что-либо. То есть это начинается на достаточно бытовом уровне? Да, скорее всего, на бытовом уровне. Но я вам хочу сказать действительно, что ярким примером являются родители, окружение, бабушки, дедушки, которые, знаете, как в Одессе и испокон веков, они обучали каким-то традициям, традициям гостеприимства, добра, мира. И эти традиции мы хотели бы, конечно, возобновить, и, может быть, как одной из новых традиций, стать, наверное, сделать День мира в Одессе. Я знаю, что у нас есть комитет мира, да, если неправильно, я надеюсь, что я правильно как бы называю. Вот, он объединяет, конечно, различные тоже организации. Вот, и в этом году они ходили по школам, рассказывали детям о мире, об идее мира, добра. И как это вот задело школьников? Ну, понимаете, мне кажется, что детям было интересно. Почему? Потому что дети, к сожалению, слышат очень много сейчас насилия, о каких-то военных действиях, и, конечно же, это затрагивает их психику. И когда к детям приходишь с добром, рассказывая, что есть прекрасные, свои миры, да, в разных странах по-разному празднуется этот день, о том, что мир очень важен в нашем государстве, в семье, дети своеобразно рассказывают, реагируют на это, да, они говорят, что вот мы с семьей делаем это, а вот мы были в той стране, и там есть такие замечательные традиции. То есть они с удовольствием от меня. Да, конечно, конечно же. Вы знаете, вот я хочу рассказать небольшую историю, такое отступление. Мы как-то снимали несколько раз один благотворительный фонд, и там постоянно помогала одна девочка. А потом мы поехали в реабилитационный центр для деток, и она их там всех очень хорошо знала, обнималась. Я была очень удивлена, думаю, наверное, она часто тут работает. Оказалось, что она является воспитанницей этого реабилитационного центра, и она вот, выйдя из сложной семьи, нашла в себе силы пойти и помогать, работать волонтерам, помогать таким же деткам, как она сама когда-то была. И это действительно затрагивает очень сильно. Я вам хочу сказать, что в этот день мира в организации UAC действительно будут те волонтеры, это детки-сироты, у них одно из направлений – это помощь студентам, стипендия деткам-сиротам, которые вышли в интернат. И вот они направлены к деткам-сиротам. Они уже не один раз приходят, помогают, являются старшими товарищами тем деткам, которые сейчас находятся в интернате. И я хотела бы отметить, наверное, особо работу Аллы Белой, которая сама выросла, вышла из интерната. Она получила профессию, она преподает, она работает с такими детками и при этом курирует программу деток-сирот вместе с международной организацией UAC. Такие ребята, они действительно очень сильный духом. Да, они есть, да, и сильный духом, и они поддерживают друг друга. Галина, если немножечко вот так по организационным моментам, коротко представьте, когда, где и что прорекламируете мероприятие. Да, данное мероприятие пройдет 30 сентября с 16 до 18 часов в парке Шевченко на площадке Огни Маяка. Кто туда может прийти, с чем, с каким настроением? Ну, смотрите, мы приглашали деток с приемных семей, с дома малютки, ребят с домов интерната и переселенцев, да. Но при этом, если, допустим, кто-то захочет с родителей тоже присоединиться к празднику, посмотреть, наши двери открыты. Я думаю, что желательно, конечно же, позвонить по телефону 094-940-8053 и сказать, что мы желаем присоединиться к празднику, можно нам прийти. То есть, чтобы мы знали, что приходит с добрыми намерениями, наши двери открыты. Я уверена, что очень много одесситов отзовется на ваш призыв. Ваше дело действительно достойно уважения и того, чтобы о нем рассказывать. Я уверена, что ваша акция в субботу пройдет на ура просто. Спасибо большое. А я напомню, что это была студия «Репортер». Меня зовут Анастасия Левкович. Оставайтесь с нами.